Приветствую вас. Грузия и Украина вступили в семью европейского сотрудничества и обе страны стали полноправными членами европейского сотрудничества в области науки и технологий. Сегодня в Ткебуле с военными почестями похоронили погибшего в Украине грузинского бойца Давида Губеджишвили. Весь мир шокирован свидетельствами массовых убийств мирного населения в Буче и других пригородах Киева. В Мариуполе с камерой в руках был убит литовский режиссер и документалист Монтас Кведаравичус, который в 2016 году снял документальный фильм о войне на Донбассе. На 3 апреля в Грузии за сутки выявили 217 случаев заражения COVID-19, а скончались 5. Азербайджан, Грузия, Казахстан и Турция подписали декларацию о транс-каспийском коридоре Восток-Запад. Этот коридор является частью проекта «Новый щелковый путь». Несколько инвесторов заинтересованы реализацией проекта строительства глубоководного порта Анаклия в Западной Грузии. В Грузии сейчас работает два порта – Батуми и Поти. Япония передала Минсельхозу Грузии новые автолаборатории, благодаря которым сотрудники Агентства развития села смогут оказывать услуги фермерам непосредственно на их сельхозугодьях для повышения качества продукции. Грузинский борец Лерия Буладзе по греко-римской борьбе на чемпионате континента в Будапеште завоевал золотую медаль, а борец Лукзар Цурцумия завоевал серебро. 16 и 17 апреля национальный балет Грузии Сухишвили по случаю 115-летия со дня рождения своего основателя проведет концерты в Твилисском концертном зале в филармонии. Грузии в курортном городе Купулети спасли дельфина, который пытался освободиться от водорослей и сетки у берега. В страны Балтии прекращены поставки российского газа. В настоящее время поставки газа в страны Балтии осуществляется с терминала жиженного газа Литвы и газохранилища Латвии. Удачи всем вам!